И было сегодня тоже такое откровение, я часть зачитаю его. Было показано, как в большом сердце сидящего на престоле рождаются семь звезд. Затем, как они вышли из его уст, одна за другой даны были подобно Сыну Человеческому, который взял их в правую руку свою. Затем было показано, как подобный Сыну Человеческому дал от света семи звезд в сердца людей, избранных им. Свет от каждой из семи звезд вошел в сердца этих людей. Чтобы они были их служителями рядом с их ангелами. Было показано, как прошли свой путь несколько служителей этих семи звезд рядом с их ангелами, которые вошли в сияющую славу, подобного Сыну Человеческому, сидящего на своем престоле. И были показаны служители России апостольские, которые, пройдя свой путь служения, внесли свой вклад в служение от света семи звезд. Ну и дальше пошло по преемственности и на нас, и от нас, и дальше. Этот свет распространялся все дальше и больше уже не только через уста Божьего Человека, но и через уста людей, в которых этот свет вошел. И таким образом свет семи звезд все больше умножался на земле. Еще одно. Сильный огненный вихрь с восточных ворот, который был соединен с небом, он был устрашающим. И казалось, снесет и сожжет все и ничего не оставит. Но на самом деле после этого вихря, наоборот, восстанавливался порядок. Уносилось и сгорало то, что приносило земле дискомфорт и боль. Некоторые так боялись этого вихря, потому что теряли доход. Но вихрь нельзя было остановить. Он шел туда, куда был послан. Ну, это есть о чем рассуждать сегодня. Это глобальные такие вещи. Понимаю, что когда Господь показывает сны или видения, то Он хочет нечто сказать нам, нечто внушить, нечто передать, чтобы мы это знали. И Он показывает глобальную картину из мира ангелов вещания, от престола, показывает, как престол работает, как от престола идут эти семь духов, семь звезд, как получают ангелы, как взаимодействуют ангелы со служителями, как несется этот свет, усиление света по всей земле. Через тех, кто принял его верно, нес, а потом уходил к Сыну Человеческому в вечность и продолжалось служение через их учеников и их последователей. Это очень ценно. И как вихрь идет, который со сочных ворот тоже, он грозный, но в то же время он несет другой порядок. Порядок, который приносит жизнь тем, кто избран. И сегодня, Господь, я верю, что... Ну, я думал, иногда, знаете, бывает, когда ты чувствуешь вот остро из какого-то места писания слова, да, и ты прям чувствуешь, что ты хочешь говорить из него, и ты прямо, ну, оно просто тебя самого полыхает в твоем сердце. Я люблю проповедовать, когда полыхает слово, не в голове. Когда у меня есть много тем в моей книге записной, но я не хочу проповедовать не полыхающее слово. Я делюсь обычно тем, что меня касается до глубины, как бы, то, что меня сжигает изнутри. Вот, потому что, ну, голова – головой, а сердце – сердцем. И я хочу также вдохновить вас, чтобы вы проповедовали из сердца то, что действительно забирает вас, ваше сердце. И сегодня я думал о том, что об обращении. Хочу зачитать слова эти, вам известные многим, как пророк однажды молился, он молился и вдруг, ну, неожиданно услышал откровение, пророчество. И он говорил такие слова. «Обретены слова твои, и я съел их. И было слово твое мне в радость, и веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи, Боже, Савауф». То есть этот человек испытывал радость от слова. Он действительно ликовал, он радовался от слова Божьего. И он говорил, что я переживаю это, я обрел это слово, я съел его. И он говорит дальше свои заслуги. «Не сидел я в собрании смеющихся, не веселился. Под тягочающей на мне рукой твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование». То есть этот человек, молодой пророк, он ограничивал себя. Ограничивал себя, чтобы не быть одним целым с миром. То есть он жил отделенной жизнью. И он говорил, я не сидел в этих собраниях, я не веселился. Я посвятил себя, чтобы быть под тяготеющей тебе рукой, то есть соединиться с поколением святых и соединиться с тем контекстом времени. Как Иисус говорил, «Когда гнали меня, будут гнать вас. Когда меня принимали, будут вас принимать». То есть этот пророк отождествился с контекстом. И в данном случае Еремия жил, когда можно было сказать, что над святыми тяготела рука. Он не мог себе придумать радость в отделении от грешащего народа. А он отождествился и с народом, и с настроением Бога под тяготеющей рукой. Называет свой сезон этот, тот контекст времени, эта тяготеющая рука. И он ее не отвергал. Он не старался избежать этой муки, не старался изолироваться в свою мнимую радость. Он не придумывал себе радость. Он находился в тождественности с контекстом времени. «За что же так упорно болезнь моя?» – он спрашивает. «Но почему мне так плохо?» «Рана моя так не исцельна, что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой?» То есть здесь он начинает уже изливать вот самые глубокие вещи. Да, сначала он говорит правильно, а потом он начинает говорить честно. И это очень важно, чтобы перейти от правильности к честности. И он начинает говорить то, что действительно в его сердце, не в голове. «Почему я не исцеляюсь? Почему нет врачевания? Почему ты обманываешь меня, как источник обманчивого, как неверная вода? Она там была вчера, сегодня ее там нет. И ты идешь к ней, а она уходит, или она нечистая. Что за дела с водой? И болезнь продолжается. Так говорит Еремия. И ждет. «И на сие так сказал Господь». И вот Господь начинает говорить ему. «Если ты обратишься сразу, вот так, если ты обратишься, так может говорить только сердцевидец. Он видит, что его сердце необращенное. Он видит его необращенным человеком. Представляете себе? Пророк, который там уже, это какая глава? Это 15 глава уже. Там же уже он 15 глав на пророчество. И он говорит сразу, даже не здравствуй, ни имя не назвал, просто вот так. «Если ты обратишься, то я восставлю тебя». Значит, он не восставленный вообще, не обращенный, не восставленный пророк. Но можно сказать падший, потому что восставить – это значит поставить. и ты будешь предстоять перед лицом моим, и начинает благо вливать в него, показывает ему его положение, и начинает благо вливать. И если извлечешь драгоценно изничтожного, ну, как минимум, каждый из нас, это в его руках, в наших руках, это свой путь проанализировать, поставить анализ своего пути, излечь драгоценно изничтожного – это из того, что я прошел и имею, взять и сделать выводы, и вытащить оттуда понимание путей Господа. Если ты извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь, как мое уста, да, тогда у тебя есть истолкование. Это дар. Ты можешь говорить, как Бог. Ты можешь говорить, как мои уста, потому что ты научился вытаскивать мудрость, настраивать ее. Ты можешь говорить обо мне правильно, потому что ты научился извлекать драгоценно изничтожного, и ты можешь быть, как мои уста. И они сами будут обращаться к тебе, то есть я создам это притяжение, а ты не будешь обращаться к ним. Ну, вы, наверное, встречали, когда ты слышишь глупость, а это популярно. Ты слышишь даже какую-то мерзость или гадость, а это чрезвычайно популярно. И когда ты слушаешь мудрость, однажды, когда я попадал на какую-то мудрость, я нечасто запоминаю что-то, где и чего, мне не важны имена. Мне важно, что Господь мне говорил, когда я искал. А там просто и люди-то и не смотрят. Я тоже думаю, ну, там подписчики, сколько их там, я вообще не слежу за этим. Я могу посмотреть раз в полгода. Потому что, ну, только ради Евангелия, но не ради того, чтобы подсесть на поиск своих сторонников. И он говорит, вот принцип, он говорит, они будут сами обращаться к тебе. Ты не будешь обращаться к ним, ты не будешь бегать за ним. Будут те, которым нужен ты, нужен твой дар, нужно твое послание, нужна твоя жизнь. Они будут пить оттуда, они будут становиться сильными из-за этого. И он говорит, это обетование к обратившимся, восстановление. пребывание перед лицом Бога, быть устами Бога и иметь притяжение тех, кто избал. В своей комфортной среде, в среде дома Божия. И он продолжает и говорит, и сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеной. Да, они будут тратовать против тебя, но они одолеют. То есть в доме моем, в доме Божьем, в народе Божьем будут те, кто будут против. Не надо искать оправданий, да, вот, да, Господь, и утешаться тем, что кто-то тоже, как Еремия, страдал, как я. Это такое утешение, знаете, так себе. Утешение нужно черпать от Духа Святого. О том, что ты последователь Христа, что ты идешь за Ним, а не потому, что другим тоже плохо. Это такое лукавое утешение. Никому не посоветую. Не утешайтесь чужой болью. А тебе тоже плохо, но хорошо. Ибо я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Ну, эти обетования я не буду сейчас разбирать, то есть, ну, так вот, если кратко, что ты будешь крепкой стеной, ты победишь, сопротивление. Господь будет с тобой всегда присутствовать. Он тебя избавит от других злых и от притеснителей, то есть, что ты будешь ходить в духовной свободе. Знаете, духовная свобода – это самая высшая свобода. Я уже говорил об этом, как слышал это потрясающее высказывание, что Бог всегда на стороне свободы. Он избирает сторону свободы. И мне кажется, что сегодня я думал о том, что можно ли всецело обратиться. Что такое вообще всецело обратиться? Что такое всецело предать всю свою жизнь Богу? И сегодня я вижу, ну, разных людей, молодых людей и людей, которые приходят к Богу, что это одна из самых таких ключевых, ну, таких проблемных тем, вопросов, насколько я могу себя всего доверить. то есть, это как бы такая вещь, которая, я думаю, что одна из самых сложных в жизни верующих людей. Насколько я отдам Богу, могу все. И каждый из нас имеет столько, сколько он отдал. То есть, практически ты открываешь меру, и он заполняет собой столько, сколько ты подставил. Помните, Руфь дала этот фартук, ну, то есть, подол, и он навалил туда шесть мер. Этого зерна. Число человеческое. Давид говорит, ой, это уже по-человечески, Господи. Это уже по-человечески. То есть, та любовь, которая самая высшая, он ее оценил, человек, и вместил, и прославил. Я просто хочу сегодня вдохновить нас, ну, это не просто, вот, проверить, да, можно так сказать, банальные такие вещи, проверьте себя, насколько вы отдали себя Господу, но это такие абстрактные вещи. Это непросто вообще. Мне кажется, что это непросто. Вот я начинаю испытывать свою внутренность, насколько я доверил Богу себя, насколько я отдал себя Господу. Могу ли я быть, вот там, вот, как бы, каким-то примером, или вдохновением, чтобы люди могли так же служить, и так же идти, и так далее. Но это непросто. Но мне кажется, что здесь именно ключевой вопрос. Насколько мы всецело отдались Богу. Я считаю, что это и есть обращение. И вот Господь говорит молодому Иеремии, этому юноше, который сначала отказывался быть пророком, в первой главе он отказывается, и Господь его настаивает, что ты для этого рожден, что прежде ты еще вышел из утробы, я уже тебя для этого поставил. Я уже осветил тебя там. Ты для этого рожден, Иеремия. Страдать. И написать потом книгу «Плачь Иеремии», как почернело, потускнело золото, как почернел город, и так далее. Все это надо, надо будет потомкам, миллионам людей будут нужны твои послания. И он соглашается быть этим знамением. То есть человек знамения, как язык Ииль тоже. Соглашается жить не для себя. То есть я представьте себе, что если бы Иеремия хотя бы кусочек стал жить для себя. Имели ли мы бы те главы, книги Иеремии? Наверное, нет. Я уверен, что нет. Если бы Иеремия согласился иногда слушать, а иногда не слушать. Если бы он согласился делать карьеру, где-нибудь там, ну, где-то в Синедрионе, чтобы тоже быть как раз священником, стать там, двигаться среди элиты. Ну, представьте, или бизнес развить хороший. Там он что-то у дяди купил поле, но это Господь ему сказал. Но представьте себе, чтобы Иеремия им не посвятился. Я думаю, что после этой 15 главы радикально прошла перемена с ним. Это вот я зачитал вам 15 главу Иеремии. Я верю, что Иеремия обратился. И он дальше стал служить на таком серьезном уровне. И в яму его погружали. И он гонения нес, и потом с народом страдал. И в Вавилон пошел ради народа. Хотя ему давали хороший дом в Иерусалиме, в святом городе остаться, дом от Бога, слава Господу, Господи, ты печешься мне, ты там дал мне квартиру дешево или бесплатно. Нет, он сказал, не, не надо, я разве ради дома живу. Мне нужно идти с народом. Я буду там с ними. Я буду ободрять народ. Я буду пророчествовать. Я буду среди них. То есть человек, который действительно обратился. И вот для тебя что значит по-настоящему судьба посвященного человека Богу? Вот это, ну, я встречаю часто это. Это вообще я хочу сказать вам, что вы успокойтесь. Это не только про тебя, это про многих. Это распространенное явление. Если вам легче от этого будет, то держите. Когда человек все-таки, он посвящает себя, ну, дает ему часть, допустим, ну, он дает там, ну, допустим, начнем с малого. Я даю, да даешь три вечера в неделю. Кто-то говорит, да я четыре вечера даю. Ну, это такой торг идет, да? Такой позорный. Вот. И у меня там все вечера забрали. Да подожди, кто у тебя забрал вечера? Ну, тебя же не заставляют, что ты, там у тебя вечера забрали. У тебя, ты душу потерял. Ты, ты говоришь, как торгаш. Ты торгуешься, ты говоришь, как торгаш. Потому что человек, который посвятил сердце Богу, он никогда не будет считать вечера. У него, у него другие, как бы, категории, у него другие, другой сленг, другой язык вообще. Другие, другие символы. И он начинает, вот у меня забрали все вечера. Так не ходи ты, кто тебя не запрещает. Еще что, утром молиться будут? Да кто тебе заглядывает туда, в спальню, чтобы молиться не молиться? Ты же так не молишься уже все годы. Когда мы торгуемся, и мы не изведем все до 30 серебряников, оно дороже не будет. Все равно, больше, чем 30, ты не дашь. Потому что Бог очень, и вот мне говорят, Бог потрясающий бизнесмен. И мне кажется, что Бог вообще бизнесом не занимается. Он создатель. Он не бизнесмен. И он сердца наши ждет и ищет. И вот эта тема, я хочу просто тоже спросить, насколько мы предали себя Господу? Если ты обратишься. О чем я говорю, дорогие братья и сестры, этот свой путь пошел, мы стали двигаться, туда посылать и все. Я хочу сказать, что не должно закончиться это. Потому что всему грош цена тогда будет. Не потому что не начало спасает, а конец. Мы начали жить по вере, получили признание в теле Христа. Не среди конкурентных, конкурирующих в церкви, внутри маленького города. А среди тела Христова. И вот что такое посвящение? Что такое обращение? Насколько я могу действительно сказать, что я обращенный? Насколько я могу всю жизнь прожить, предавшись Господу? Вы понимаете? Я не говорю даже, ну, карьера, бизнес, деньги, счастье детей, все вот это вот. Можете ли вы вот это все собрать и доверить Господу? Это не значит, что нужно сидеть, ничего не делать. Нет. Но вы понимаете, внутри сердца доверился ли ты, обратился ли ты к Господу по-настоящему, безропотно, приняв от Него то, что принял Еремия? Это у Него же тяжелая жизнь была потом. Он же доверился, там даже про семью про Его не написано. А в Аруху вообще сказано, я тебе жизнь подарю, и все, это Его писец. Вот какое твое имя? Насколько ты обратился? Какие твои амбиции вообще в Господе? Не можно ли назвать человеком, который всецело, вот тебе хватит? Тебе достаточно того, что ты пришел ко Христу, и тебе довольна, чтобы быть спасенным человеком? Что вот это вот звание Сына Божьего или дочери Бога, дочери Отца? Довольна ли для тебя этого, что ты пришел к Богу? Вы знаете, это очень серьезно. И мне кажется, это ключевая сейчас вещь, которая для меня важна тоже. Довольна ли для меня? Нет, я буду делать, я буду биться до конца. Но дело не в этом, это все можно исполнять, а жить другим. А действительно ли я обратился, что для меня вот это является самой большой ценностью, что я не хожу в церковь, что я в царстве сердцем своим обитаю. Все, у меня совершилось. И с самого начала вспоминаю, когда я был юношей, знаете, вот так жизнь всю ху-ху вот так пролетела, как метеор. Вообще, я как был пацаном, по-моему, еще даже глупее стал. Но вот этот опыт, это все ерунда. По-моему, даже вот, ну если честно, умнее не стал вообще. Человек мудрее не становится. Время не делает его мудрее. И опыт тоже. Мне кажется, что все дело в близости. В близости с Господом. И вот чтобы мы не дошли до конца с вами. И вот я сегодня хочу сказать вот эти вот слова, что предаться Господу всецело можно. Ты можешь предаться Господу. Ты можешь доверить Ему свою жизнь. Не бойся это. Это прыжок во тьму, туда в бездну. Но нужно прыгнуть однажды. Если ты не прыгнул ни разу, щупаешь ногой эту холодную пустоту, ты ничего не нащупаешь. Надо вторую ногу туда. Мне нет кого бежать теперь. Бежать неоткуда. Мне только надо догонять. К нему только бежать. Не от кого-то, а к чему-то. К кому-то.